Всем тихой ночи! Всем тихой ночи! Всем тихой ночи! Чаще всего некромантия, конечно же, упоминается в связи с империей Девитов, древней могущественной расой колдунов. Особое внимание их некромантия привлекла, когда были найдены руины одного из девицких поселений. Настолько впечатливших ученых SCP, что древний город стал одним из кандидатов на новое SCP-001. Когда-нибудь сделаю отдельное видео про этот объект, а пока мы просто пройдемся по всем упоминаниям некромантии в документах фонда. Девитская некромантия в большей степени служила не оживлению мертвых, а, напротив, размену жизненной силы живых на различные услуги и силы существ загробного мира. Проще говоря, это были кровавые жертвоприношения. Особенно причудливую форму это приобрело в случае объекта SCP-3140. Объект этот представляет собой крупное подвижное существо из дерева и, судя по всему, являющийся осадной машиной, созданной существами, известными как SCP-1000, и подчиненной темной девицкой магии. Также следы мрачной девицкой магии были обнаружены при исследовании руин, обозначенных позже в качестве объекта с номером SCP-5267. Если посмотреть на один из участков пустыни в Монголии, поначалу кажется, что перед нами пустое поле. Однако человек, способный противостоять угрозам восприятия, увидит древние руины. Руины эти не обезжизненны. Именно в этом объекте агенты фонда впервые столкнулись с настоящим некромантом, живым девицким матриархом, который использовала свои силы для противостояния МОК организации и в итоге смогла выжить в бою и сбежать. Впрочем, была ли она вообще живой? В дальнейшем при разборе видеоматериалов выяснилось, что существует за SCP-5267 представляет собой мумифицированный троп. А вот монстры, которых она поднимала себе на защиту, живыми мертвецами не были. Они состояли из глины и мха, то есть были големами. Вообще про то, что именно на поднятие големов сосредоточена девицкая некромантия, есть упоминания в нескольких несвязанных рассказах. Выходит, что как-то мало похожа магия древних кровавых колдунов, заключающаяся в жертвоприношениях и оживлении за счет них големов, на то, что принято называть некромантией. Тогда есть ли в SCP настоящие колдуны смерти? Некромантия встречается не только у девитов, но и у саркицистов, у наследовавших у девитов многие магические практики, которые можно назвать некромантией. Например, среди пражских саркицистов особенно почитается личность, известная как Святой Антал, считающаяся и покровителем, в том числе и поднятия из мертвых. Жалко, вот, каких-то подробностей о нем нет. Иногда к некромантии приходят и скульпторы реальности, то есть люди способны изменять ткань мироздания в принципе как угодно. Один из таких случаев фонд SCP обозначил номером 5239. Однажды департамент спектральных феноменов отреагировал на сообщение о том, что на одном из кладбищ ночи очень неспокойно. Люди видят призраков и зомби. Оперативники фонда расставили на месте камеры наблюдения и увидели, как местная девушка-подросток, открывшая у себя возможности скульптора реальности, поднимает мертвых из могил. Причем начала она делать это, начитавшись Лавкрафта, а конкретно после прочтения книги Некрономикон. Теперь она живет в камере содержания одной из зон фонда SCP. Но по сути это не настоящая некромантия, а просто умение скульптора изменять реальность. Кроме этого, упоминание об интересе к магии мертвых есть в документах, описывающих Дир Колледж. На одном из факультетов этого тайного учебного заведения учат поднимать мертвых. Также в статьях есть информация о том, что в этом колледже есть несколько профессоров некромантии. Но опять же, как это работает и откуда берутся такие знания, там непонятно. Но найти ответ на вопрос, откуда появилась некромантия в SCP, все же можно. Да, внутри мира SCP Некрономикон, так же как и в реальности, это книга Лавкрафта. Просто фантастическое произведение. Но однажды, изучая эти книги, люди из SCP обратили внимание на то, что в некоторых из них содержатся настоящие оккультные ритуалы некромантии. Это описано в объекте SCP-4854. Исследование этого объекта зашло в тупик, так как доктор Синклер, который исследовал одну из книг, впало в безумие, что было списано на содержание психоактивных веществ в самих книгах. Однако дело оказалось несколько сложнее. В будущем фонд снова столкнется с подобным явлением, когда окажется, что в различной мистической литературе, издаваемой по всей Америке, иногда можно встретить настоящие заклинания, оживляющие покойников. Такие книги-журналы фондом собираются в камере содержания SCP-6237. Расследуя этот вопрос, агенты фонда обнаружили, что все следы ведут к одному конкретному издательству. А работники этого издательства каким-то образом проникли в измерения библиотеки странников, межпространственной библиотеки, содержащей знания всех миров. Там они прочли несколько томов из неизвестных измерений, и информацию оттуда добавили в обычную бульварную и мистическую литературу. Кстати, прятаться эти ребята и не думали, и назвали свое предприятие Esoteric Ritual Service. Вот что значит не париться. Выходит, что некромантия в мире SCP все же есть, и она вся берется из одного страшного тома, находящегося в библиотеке странников, и написанного непонятно в каком мире, и непонятно какими существами. Тема особенно страшной книги продолжается в SCP-5137. Как-то раз в распоряжении фонда попало 27 существ, отдаленно напоминающих людей, однако похожих скорее на надутые человекоподобные подушки, состоящие только из кожи и волос. Существа были исследованы, и оказалось, что они когда-то были людьми, но затем испытали некое потустороннее воздействие, и стали вот такими вот. Одним из этих существ был горе-колдун. Среди его личных вещей нашлась камера, при помощи которой он вел дневник. Оказалось, что он смог проникнуть в библиотеку странников, где наткнулся, ну да, на ту самую злую книгу. В этом объекте, кстати, впервые упоминается ее название. Инграмы мертвых. Человек этот, оказалось, малость глуповат, и смог запомнить только одно заклинание, предназначенное для создания монстров из кожи. В них он и превратил те 27 несчастных, включая себя. Тем или иным путем заклинаний из этой книги попадают в мир SCP, и большая часть организации относится к ней негативно. Например, в немецком филиале есть такая штука, как Академия магов. Они некромантию запретили совсем, но в какой-то момент эти запретные знания попали в поле зрения лаборатории Прометея, той самой организации, которая, к слову, нередко поставляет аномальные технологии фонду SCP. В лабораториях озаботились с такой проблемой, что оживленные некрозаклинаниями профессоров из Дир-колледжа индивиды находятся в каком-то не слишком приятном виде и являются классическими зомби. Соединив свои аномальные технологии с ужасными заклинаниями, работники лаборатории добились того, что поднятые из мертвых частично восстанавливали свой интеллект, находясь на уровне развития четырехлетних детей. Воодушевившись успехом, работники лаборатории создали целую электронную систему, фактически машину-некромантия, которая поднимала из могил почти нормальных людей. Проект в итоге был закрыт в результате саботажа, после которого восстановить утерянное оборудование не удалось. То, чем занимается лаборатория, конечно же, привлекает внимание фонда SCP. По всей видимости, именно тогда и был основан отдел прикладной некромантии. Такая вот занимательная история, собранная буквально по крупицам со всего сайта SCP. Что, как по мне, куда интереснее, чем читать очередную стену текста. Ну а вы, как обычно, оставляйте комментарии с упоминанием вещей из мира SCP, которые мы тут еще не обсуждали. Чего наберется больше, о том и будем говорить в следующем подобном видео. А пока, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok